Всем привет, друзья! Только что пришла смс, что в пункт выдачи товаров пришла моя гитара. И сейчас мы за ней поедем. И наконец-то я стану обладателем настоящего американского гибсона, именно Flying V. Очень давно я мечтал именно об этой гитаре. Мне еще очень нравится, конечно, Gibson Les Paul, но тут подвернулась удача купить себе гибсон Flying V. И наконец-то я стану обладателем настоящего американского гибсона, чего и вам когда-нибудь желаю. На улице уже темно, я пришел с работы. Как раз когда я уже собирался домой, мне пришла смс, я позвонил курьеру и оказалось, что работают они круглосуточно. Поэтому я пришел домой и сейчас сразу же отправлюсь за своей гитарой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот она гитара. Я прошу прощения, что я ее положил на кровать, но мне больше некуда такую большую штуковину положить, чтобы снять. Сейчас я выставлю софтбоксы, поставлю камеру на штатив и мы снимем полноценную распаковку этой гитары. Gibson USA, тут должен быть Gibson Flying V, Александра Афонина, с канала учимся играть. Нет, с канала учусь играть на гитаре. Ну что ж, давайте я поставлю камеру и мы продолжим. Ну что ж, вот вы видите гитару перед собой. Шла она транспортная компания, по-моему, ПЭК. Дошла всего лишь за два дня, то есть Александр ее отправил в понедельник утром и в среду вечером она уже у меня. Вот здесь имеется вот такая штука, это типа пломба. Давайте ее обрежу. Все, пломбу сняли. Давайте скрывать. Александр говорил, что гитара просто в идеале, из дома никогда не выходила гитара 2010 года. Но если смотреть, сам чехол вот здесь уже чуть-чуть ободран. Ну ладно, это не страшно, покупали мы не чехол, а гитару. Так что давайте доставать и смотреть. Вот здесь, что там. Так, внутри у чехла как будто шуба, вот мех. Так, гитара вся завернута в пакет. Александр постарался. Я уже вижу, какая она красивая. Мне она уже очень нравится. Вся обернута в пакет. Давайте я ее достану. Гитара на месте, а это уже тоже очень хорошо. Вот она, наша гитара. Давайте я ее положу в чехол, чтобы вам было видно. Гитара, конечно, очень красивая. Выглядит очень здорово. Здесь есть у нас вот такой вот, я не знаю, что это такое. Здесь написано гипсом. Так, ну давайте посмотрим, такая ли она идеальная, как Александр говорит. Тут есть небольшой ударчик. Ничего страшного. Есть маленькие, совсем незначительные сколы по гитаре, но это на скорость не влияет, как говорится. Сами посмотрите, какая она красивая. Мне она очень нравится. Ну что ж, друзья, гитарку у меня и я этому безумно рад. Я надеюсь, что Александр не будет никогда жалеть о том, что продал эту гитару. Я надеюсь, что вы тоже не сильно расстроились, что Александр продал эту гитару и не хочет вести больше свой канал лично. Отлично я расстроился, потому что я постоянно смотрел его видео. Я очень любил смотреть его видео. Но, кстати, у него есть свой рыболовный канал. Я рыбалкой вообще не увлекаюсь, но эти видео я смотрю. Да, Александр такой человек, что приятно смотреть не просто его видео, а смотреть просто на него. Но не переживай, Александр, эта гитара не пропадет. Я буду о ней заботиться. И, кстати, вы теперь очень часто будете видеть эту гитару на нашем с вами канале. На канале планируется еще очень много всего интересного. Так что, если ты еще не подписан, то обязательно жми кнопку подписаться и присоединяйся к нам. Ну что ж, пожалуй, на этом я закончу этот небольшой влог. Нас ждет много видео, посвященные этой гитаре. Мы, конечно же, сделаем полный обзор этой гитары. Посмотрим на нее внимательно. Гитаре все-таки 7 лет. Она не идеальна, но она в очень хорошем состоянии. И я вам это все покажу. Я вам еще раз покажу, как поменять струны. Я покажу, как ее почистить, протереть, обслужить. В общем, все покажу, что нужно делать с гитарой, когда вы купили ее и принесли себе домой. Ну а с вами был Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.